читаю ваши замечания пояснения отзывы там насчет простатита молодой человек пишет 29 лет вот застудил да такая вещь наблюдается сначала застуживается потом это все переходит в воспаленное состояние возникает инфекция бывает конечно и по-другому инфекция возникает а потом пошли боли и вот он пишет обращаться к урологу я ни в коем случае не против урологов за знающий уролог поможет сделает все это хорошо ну вот и дальше подчеркивать что там сколько там дело идет на поправку это месяц после того как он там застудил дело идет на поправку все значит хорошо и эрекция в 29 лет стало как в 17 а я себя поймал на мысли знаете на какой мысли о том что вот когда ты от какой-то проблемы избавляешься сам своим собственным умом доходишь до всего этого подыскиваешь средства значит наконец-то такие обачки бьешь точно в цель хотя в начале ты можешь лупить в молоко и не один год это приносит какое-то знаете особое удовлетворение вот вот особое я получал бывало в денежном выражении большие деньги и знаете вот они как-то не оказывали того какого-то радостного несколько возвышенного состояния нежели то когда ты доходишь и решаешь какую-то проблему сам это просто удивительный феномен работы с самим собой чувствуешь где ты становишься умнее где сильнее где возвышеннее то есть это очень интересная такая работа и даже если весь мир начинает против тебя восставать где-то он там тебя не понимает я сейчас только закончил видео про порфирий конеч иванова которого которого наше общество просто напросто не не приняло для всех это было что-то чужеродное какой-то там чудак ходит в каких-то таких шортах тире труселях по морозу босиком мол зачем все это делать зачем все это надо а он еще говорил что это закалка тренировка там для того чтобы не болеть не простужаться когда есть иные средства например там уролог там лор врач терапевт и много много других там заболел пойди к нему там и он решит твои проблемы но если хороший 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 в чем я как-то начал сомневаться вообще стал сомневаться в медицине и подходе медицинском то есть ее услуги меня как-то перестали удовлетворять и вот когда ты все это сам решаешь это несколько иной уровень иное ощущение иное иное будем говорить вот какое-то какое-то внутреннее у тебя событие ну вот трудно выразить это словами я вот сейчас сижу вам это говорю вот вот какая-то вносит такая радость какая-то окрыленность какая-то энергетика совершенно иная вот это все дает работа над собой работа над теми проблемами которые возникают которые ты решаешь и вот повторяя некоторые там статьи которые там я написал либо читая других авторов которые чего-то достигли ты начинаешь улавливать и понимать общей закономерности которые которые были использованы но об этом никто не говорит что есть закономерности по укреплению здоровья есть закономерности по развитию духовных способностей не всегда они духовные способности и здоровье между собой как бы сказать тесно приплетается вроде бы как духовность может подыматься а со здоровьем могут быть проблемы и эти проблемы как раз возникают для того для того возникает чтобы вы их решили решили и еще более стали духовно сильнее вот такой феномен есть разные вещи сейчас я жду пока у меня тут видео сольется загрузится и я начну делать про порфирия корнеевича и ванула и еще один вопросик а завтра это у нас будет 28 июля в свете всех этих новых событий которые здесь произошли у нас на конале будет прямой эфир где я постараюсь не столько отвечать на ваши вопросы как больше рассказывать о нашем житье бытие и не столько о болячках а именно о житье бытие которое может сделать нас успешными и здоровыми либо либо бомжами без обиды на бомжей так у них получилось но если проследить цепочку событий к чему это все приводит то получается закономерный результат то есть закономерно мы имеем то что в настоящий момент имеем и мы можем закономерно иметь совершенно иное если будем действовать совершенно иначе кстати я вам так сказать не рассказывал про про то что я немножко занимаюсь и астрологии для себя и вот я хочу сейчас накопился такой интересный мой материал который ждет исследования с точки зрения астрологии насколько это все будет совпадать там какие-то ключевые моменты в моей жизни а именно допустим вот я работал работал ну даже хотя бы вот такие моменты как женитьба совпадет она там с домом семьи женитьбы рождение детей а у меня дети родились 31 мая оба с разницей пять лет это все таки события далее там еще интересное событие о котором я пока умолчу потом значит переориентация моя когда я начал заниматься оздоровлением вот этот смелый поступок шах он именно в то время произошел или не в то время но и работа там на телевидении и прочее 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 вещи такие денежные дома кстати там тоже интересная вещь и безденежные дома и даже само знаете рождение насколько я сейчас вот понимаю по идее оно должно было состояться в воскресенье а произошло понедельник ну вот вот это вот я хочу все так сказать на себе посмотреть что и чё как с позиции астрологии для многих это наука так какая-то там такая а я хочу лишний раз так сказать посмотреть насколько это применимо к самому себе я знаю что это работает но вот хочется еще так сказать насколько применимо к себе и как таблицу менделеева теперь по всем этим событиям звездным по звездной карте по натальной карте вычислить когда могут быть у меня спады когда у меня могут быть не спады ну и возможно даже кончина вот можно можно и так даже просчитать так что в ближайшее время я созрел для этого дела и попробую в данный момент данный момент я провожу противопаразитарку я ее видоизменил считаю что так более эффективно значит это такая нестандартная противопаразитарка я решил действовать вот так все а то мы все там через рот загружаем а попробуем несколько по-иному вводить и несколько использовательные средства к чему это там приведет ну и не забывать о нашем любимом керосине то бишь тодикампе на днях я хочу сделать настой керосина на гвоздики попробовать что это за супер средство такое ну и ряд других интересных таких вещей вот обо всем об этом мы поговорим завтра 28 июля то есть я не столько буду отвечать на ваши вопросы как как будем говорить больше по этой теме говорить ну а заодно я тут проверяю камеру вот эта камера так пишет звук сейчас я поставлю другую камеру которая у меня вот эта вот камера у меня нырнула в задонске следом за мной в купальню и у нее стал стали проблемы со звуком надо будет решить эти дела либо приобрести новую как то мне особо камеры такие менять не хочется хотя там есть сейчас R и R0 второго поколения с экранчиком там и так далее избавился я от трех фотоаппаратов кое-какого еще оборудования которое для того чтобы работать одному человеку оказалось ну слишком хлопотным надо смотреть по многим параметрам оставил один один фотик вот этот я фотик оставил и сейчас на нем провожу да ага ну да вот экранчик лилипуд остался у меня еще один экранчик лилипуд два комплекта этого самого гаджета для записи звука этот как то он называется зенхау или как то как то так примерно что то звучит ну нравится мне вот такие камеры вот такие камеры мне нравятся приобретенная давно пишут в HD великолепно в данный момент в данный момент в данный момент я видите сбрасываю с нее вот так вот сбрасываю видео то есть вернулся к тому с чего начал возможно туда дальше если что то получится такое сякое я приобрету более более какое то совершенное оборудование но по крайней мере для того чтобы ввести блок этого вполне достаточно вот о чем я вам хотел рассказать видите экранчик показывает сейчас она погаснет смотрю куда направляю оп разок нажал смотрю куда направляю что я снимаю как я снимаю а сейчас я нажму два раза и запись прекратится Эйнцвей благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо про доброго здоровьица и до новых встреч 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 до новых встреч